ЗЕПАС Философский рассказ, суть которого нельзя передать словами На выбор вам предлагается шесть героинь, каждая из которых обладает своим уникальным характером, манерой двигаться и так далее Так как в игре напрочь отсутствуют хоть какие-либо диалоги, а на экране лишь изредка появляются обрывки фраз, то именно манеры поведения и станут определяющими их характер Жинжер – типичная дворовая девчонка, пацанка Роуз, несмотря на возраст, очень строгая, рассудительная девушка Скарлетт – старшая из шести сестер, такая деловая красавица, которая, дай волю, весь день бы болтала с умным видом по телефону Руби – можно считать ее главным персонажем игры, так как именно ее лицо засветилось на обложке – самая загадочная девушка из всех Робин – маленький подвижный ребенок, чем-то напоминающий красную шапочку Кармен – очень открытая, но при этом и очень таинственная девушка Пас, или, если перевести, путь – это такая маленькая тропинка, идущая через темный лес Попав на эту тропинку, вы, собственно, и попадаете в мир игры Вверху экрана большими буквами написано «Идите в дом бабушки» Это, как можно было бы подумать, и есть первая очередная задача А нет! Добравшись сразу до дома, вы поднимаетесь на второй этаж, ложитесь в кровать, и тут появляется надпись «Миссия провалена» На самом деле, этой большой надписью, наоборот, указывают, что не надо идти в дом Вынуждает вас нарушать правила и идти в лес Все, что вам нужно в игре, так это лишь управлять передвижениями героини Нет толком никакого интерфейса, нет каких-либо диалогов Лишь четыре стрелочки направления движения Кнопка бега и еще одна кнопка, необходимая, так сказать, для вступления с объектом в контакт У каждой героини есть свой путь, или опять же пас В лесу расположено шесть уникальных локаций, вроде игровой площадки, или театра под открытым небом, или пруда Добравшись до нужной локации, вы встретите определенного монстра, или какое-нибудь непонятное явление К примеру, на пруду вы увидите небольшое облако, в котором парит фигура человека На игровой площадке вы встретите маньяка, который будет тащить ковер с трупом, но при вас начнет нервно курить Дальше, вступив в контакт с этим монстром, вы увидите небольшой ролик Непонятные, смутные перемещения и действия После чего ваша героиня, промокшая под дождем, проснется рядом с бабушкиным домом Вы заходите в дом, и здесь начинается коротенькое интерактивное кино Каждая героиня, войдя в дом, попадает в свой собственный мир У кого-то это будут длинные школьные коридоры, у кого-то это будут темные подвалы В итоге, пройдя этот путь, мы понимаем, что наша героиня погибает Сказать точно, о чем игра The Pass, не сможет, наверное, никто Для кого-то это будет олицетворением нелегкой жизни подростков Для кого-то это будет своеобразным посылом к тому, что именно мы выбираем наш жизненный путь И только мы вправе знать, когда нужно идти только прямо, а где необходимо свернуть с протаренной дорожки Ну а для некоторых, может, даже и показательным жестом, что, мол, все мужики свол Но этот проект будет определенно интересен тем, кто ждет не дождется, когда игры из простого развлечения перерастут в нечто большее В рычаг, с помощью которого можно донести какую-то свою идею Mass Effect, к примеру, уже поднял планку для игр, показав, что они могут считаться таким же видом искусства, как живопись или кино Это большая книга, которую вы можете каждый раз прочитывать по-разному Если есть артхаусное кино, так почему не может быть артхаусных игр? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok